Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. С вами Анастасия Мосина и в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. Нас объединяет в этот день сама Царица Небесная, сам Господь наш Иисус Христос. И мы становимся единым целым народом, единой нацией. Крестный ход и богослужения, посвященные Дню памяти Казанской иконы Божией Матери и Дню Народного Единства состоялись в Каннске 4 ноября. Участие приняли сотни православных верующих. Получилось так, что буквально в начале деревни Подоевск тинда раскололась, на маленькой льдине остался один рыбак, и твой остались на большой льдине. Осторожно, тонкий лед. Только благодаря самоотверженным жителям и оперативным действиям каннских спасателей удалось спасти трех рыбаков, которых чуть не унесло вниз по течению на льдине. Мы научились пользоваться компасами, строить по местности, ориентироваться на лесу. И это пригодится нам в будущем. Школьники Каннска стали участниками гео-эко-школы. Ребят учили ориентироваться на местности и правильно вести себя в полевых условиях. И теперь обо всем подробнее. Накануне вся страна отметила День Народного Единства. В Каннске 4 ноября главным событием стал общегородской крестный ход. Православные верующие почтили Казанскую икону Божьей Матери. Леонид Юрков сообщит подробности. Прихожане и священнослужители трех храмов в этот день отправились в бешеный поход во имя Божьей Матери. Крестный ход начался у храма Синилостивого Спаса. В районе предмостной площади к верующим присоединилась колонна храма святого апостола Андрея Привозванного. А уже через полчаса к ним же присоединилась еще одна процессия во главе с епископом Каннским и Богучанским Филаретом. Пушествующие прошли по центральным улицам города, а также вокруг главного гражданского храма, святого Троицкого храма Синилостивого Собора. По завершении крестного хода в Соборе пришел праздничный момент. Благотворителем, жертвователем святого храма Синилостивого! Ну, конечно, несмотря на все идеологические расхождения людей, нас объединяет в этот день сама Царица Небесная, сам Господь наш Иисус Христос. И мы становимся единым целым народом, единой нацией. И чувствуем, что мы живем в свободном, прекрасном, хорошем, мощном государстве. Также в этот день филарет футболистских кинжителей Грандска, и шуток угрозов, и скоро будут награды. Медаль в праздничном счетелетие представления равноапостольного великого князя Владимира. Как признаются сами награжденные, быть отмечены на этот день приятно. Это очередной раз показатель, как люди все-таки стремятся объединяться. Объединяться и идти к какой-то цели. Цели и праздник сегодня, как согласие, примирение, спокойствие. Сегодня, посмотрите, у всех такое спокойствие, умиротворение. То есть это очень приятно. Видеть людей спокойных, уравновешенных, душевно здоровых, так скажем. А вот трое мужчин отпраздновали День народного единства, дрейфуя на льдине. Она оторвалась в районе объездного моста трассы М-53. В 8.50 группа каннских спасателей прибыла на место. Льдина находилась в основном русле реки Канн. Спасательную операцию осложнял туман. На реке наблюдался очень сильный ледоход. Толщина льдин, которые идут и сейчас, некоторые льдины составляют 40-45 сантиметров толщиной. Полов средства было спущено на воду. Но как можно быстрее пытались подойти. И льдина в течение этого следования по реке Канн шесть раз раскалывалась. Получилось так, что буквально в начале деревни Подоевск, льдина раскололась, на маленькой льдине остался один рыбак, и двое остались на большой льдине. Одного из рыбаков спасли неравнодушные жители деревни Иван-Тай, подтянув веревками к берегу. Двое других продолжили экстремальное плавание. Один из них смог перебраться с льдины на остров. Оттуда его и эвакуировали спасатели. На плав средств и они подошли к льдине с еще одним пострадавшим и спасли его из ледяного плена. Операция заняла порядка трех часов. Несмотря на предупреждение спасателей и опасную ситуацию на реке, в начале ледостава рыбаки продолжают выходить на лед. Сотрудники МЧС призывают быть более внимательными и в особенности не допускать к реке детей. И к другим темам. Сегодня благотворительные письма из рук начальника полиции Николая Банина получили люди, которые оказали активное содействие правоохранителям в поимке злоумышленников. А точнее, собственноручно их задержали и передали в руки стражей порядка. Подробности в сюжете Ольги Величко. Данилу Кособуков всего 16 лет, а он уже принимает благодарность от самого начальника полиции. Данил с отцом ехали по своим делам на автомобиле, когда заметили мужчину, проявлявшего нездоровый интерес с сексуальным подтекстом к прохожей женщине. Увидели, как мужчина шел по улице за женщиной и вел себя непристойно. Отец остановился и сказал, что этот человек похож на разыскиваемого преступника. Он начал убегать. Отец сказал, что нужно его догнать. Я побежал за ним. И уже на улице Эдемана я догнал его и задержал. Потом подъехал отец, и мы вызвали оперативную группу. Еще один герой, Антон Кухаренко, не смог сегодня приехать на награждение. Благодарность за него получил родственник, начальник отдела участковых уполномоченных Василий Шакула. Он же и рассказал, что Антон помог задержать мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. С топором житель Анциря напал на двоих односельчан. Вызвав скорую помощь, он совершил звонок в дежурную часть межмуниципального отдела. Его попросили не отключаться, а дальше на расстоянии сопровождать данного гражданина. Мне очень приятно получить благодарность из рук начальника межмуниципального отдела за своего родственника, который проявил свою гражданскую позицию, активно оказал содействие в раскрытии преступления. Подозреваемого Антон Кухаренко задержал вдвоем с участковым. Он же помог удерживать мужчину до приезда оперативников. Всегда приятно нам отмечать наших граждан, жителей города Каннска, которые нам активно помогают и содействуют в нашей работе, а также в задержании преступников, в том числе по горячим следам и прямо на месте преступления. Помимо благодарности помощников полиции ждет еще и денежное вознаграждение в рамках краевой программы, направленный на поощрение граждан, оказывающих содействие полиции в борьбе с преступностью. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Участники геоэко-школы «Мороза» не боятся. Сегодня ребята вместе со своими инструкторами отправились в географическую экспедицию, где им предстояло научиться ориентироваться на местности и составлять ее план, а также разводить костер и заваривать чай. На месте лагеря побывала и наша съемочная группа. Лагерь участники экспедиции разбили в Сосновом Бару в районе Нефтебазы еще в 11 часов. Ребята развели костры и обосновались в лесу. Однако самое интересное – практические занятия – началось после обеда с постоянного ритуала участников школы. Где бы мы ни бывали, какая бы ни была с нами команда, вот такая, как вы сейчас очень большая или чуть поменьше, мы везде, находясь на природе, находим одно очень удивительное дерево, которое для нас, для всех будет являться деревом желаний. Юные экологи повязали ленточки и приступили к изучению местности. В помощь ребятам были компасы, офицерские линейки и навыки, которые они получили на уроках географии. Главная цель – это повышение интереса к географии, к предмету. Ну и, скажем так, здоровье, сберегающие технологии. То есть, когда ребята находятся на свежем воздухе, все-таки, наверное, это гораздо лучше, чем когда они находятся в городе. Почему выбрали вот именно такое уже прохладное время года для выхода в лес? Ну, если честно, то время года еще не прохладно, поскольку у нас экспедиции проходят и зимой, и в более, скажем так, таких суровых, что ли, условиях. Поэтому я считаю, что нормально. В новом учебном году – это первая экспедиция. 42 ученика из лицея номер один, гимназии номер четыре, второй и девятнадцатой школ отправились на полевой практику, посвященный топографии. Ребята разбились на четыре группы, в каждой из которых они учились азам, ориентирование на местности и выживание в дикой природе. Мы учились сжигать костер, работать с компасом, чертить карты, работать с картой и по местности ориентироваться. Мы научились пользоваться компасами, строить по местности, ориентироваться в лесу. И это пригодится нам в будущем, возможно, когда мы с родителями поедем в лес и забудем все это. Приятно отметить, что ребята уже неплохо работают с картой и компасом, знают, какие бывают виды костра. Поэтому для них разжечь пламя было достаточно просто. Костерок, сложенный колодцем, загорелся с третьей спички. Во время каникул, несмотря на прохладную погоду, ребята предпочли телевизору и дивану, выход на природу. Я тепло оделась и мне нравится заниматься туризмом. Я первый раз в походе и мне это очень в новинку и очень все так необычно и прикольно. В будущем я считаю, что это пригодится, если пойти куда-то в поход, в знакомый лес, то это очень пригодится. Такой подход к изучению предмета, безусловно, больше нравится школьникам, нежели скучные уроки за партой. Выход в лес не только позволил проявить свои знания на практике и отдохнуть на свежем воздухе, но и навести порядок в лесу. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы о том, в каких видах спорта состязались педагоги Канска в рамках традиционной спартакиады работников образования. К какому спортивному событию готовится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин». Сколько наград завоевали канские тэквондисты на международном турнире. Также вас ждет подробный прогноз погоды. Не переключайтесь. Автомаркет на окружной предлагает Запчасти для грузовиков ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ Запчасти и комплектующие для тракторов и сельскохозяйственной техники В наличии и под заказ Индивидуальные условия для постоянных покупателей Также автомасла и аккумуляторы для любых автомобилей И бензоинструмент марки Штиль Автомаркет на окружной Солидный магазин для серьезных машин Ароматные, вкусные, маленькие булочки элитных сортов хлеба Итальянский, крестьянский, зерновой, кукурузный, симфония, элитный с зернами Хлеба для вашего здоровья во всех павильонах торговой сети возле дома и в магазинах «Булочная» Очень важную роль в суши-ролах играют ингредиенты Икра, рыба, морепродукты и так далее Если говорить об икре, мы никогда не применяем качественную дорогую тобика на дешевую массагу Наша цель добиться, чтобы в итоге вы получали блюдо самого высокого качества И чувствовали тот самый неповторимый вкус, которым так долго добивались Сёгун. Просто делаем вкусно Порт Артур 2. Телефон доставки 3-37-37 Медицинский центр «Богена» представляет новый проект «Клиника без боли» Болит у вас голова, болят у вас ноги, спина, боли в животе Любая локализация болей мы к вашим услугам Первичная консультация по диагностике и лечению любых видов боли будет осуществляться бесплатно Запись по телефону 3-90-00 Акция «Товар месяца» в торговых центрах «Евродекор» Весь ноябрь покупайте обои со скидкой 13% «Евродекор» Приятно выбирать, выгодно покупать А глаз у меня вот такой будет Ну что, мужики, за улов? Нет, мужики, за улов я потом А сейчас чайку А чё чайку? Да чё? Да просто в прошлом году история приключилась А дальше-то что? А дальше? Руки раскинул Аккуратненько ногу на льдину забросил И пополз туда, откуда пришёл Хорошо, что в своё время научили Ну тогда мы тоже чайку А за улов потом Вы смотрите новости Мы продолжаем выпуск Телекомпания «Канск-5 канал» Самый активный поставщик новостей На информационном пространстве Красноярского края Региональный медиапортал «Столица-24» Подвёл итоги работы за октябрь И наш главный редактор Наталья Никонова Признана победителем рейтинга «Медиа-лидер» Столица-24 Один из самых молодых медиапорталов региона Но всего за полгода Сайт, где можно прочитать и увидеть новости Из самых отдалённых уголков Красноярского края Уже вошёл в число лидеров интернет-пространства Ежедневно его посещают более 5000 пользователей А размещают новости Ведущие СМИ городов и районов Очень важно, что журналисты-телевизионщики Работающие в традиционных СМИ, в телекомпаниях Очень быстро и очень эффективно Отсваивают новые медиа И в хорошем смысле соревнуются В своём творчестве У нас образовались Своеобразные информационные Или медиа-лидеры Это Назарова, это Богучаны Это Зеленогорск И, конечно же, это Каннск Я поздравляю весь ваш дружный коллектив Победой по итогам минувшего месяца Около 200 новостей разместила на портале Наталья Никонова Главный редактор телекомпании Канск-5 канал И каждый материал читали десятки А то и сотни посетителей сайта Итог Сертификат победителя рейтинга Медиа-лидер Столь высокий результат Это итог целенаправленной Планомерной Долгой работы Всей нашей команды Службы новостей Телекомпании Канск-5 канал Потому что наша задача Не только максимально интересно И объективно Рассказывать о том Что происходит в городе и районе Непосредственно нашим жителям Живущим здесь В Каннске и Каннском районе Но и жителям всего Красноярского края И в этом площадка Под названием Столица 24 Самая лучшая Самая уникальная Потому что нам предоставляется возможность Размещать там свои материалы В любое время суток И с ними знакомятся все Все жители края В том числе и представители власти А это значит Что и о проблемах города Каннска Они могут узнавать напрямую Через наши материалы Одна из наград победителю И всей команде нашей службы новостей Бесплатное обучение В онлайн школе Оксаны Силантьевой Московского тренера-консультанта В сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации Магистра мультимедиа-журналистики А это значит Что наши программы Будут еще качественнее И интереснее Яков Востриков Александр Минеев Александр Шумилин Новости Около 400 работников образования Каннска В дни осенних каникул Приняли участие в спартакиаде здоровья Уже десятый год подряд Эти состязания объединяют Педагогов школ, детских садов И работников управления образованием Ольга Ванеева выясняла В каком учебном заведении Преподает лучший стрелок Из пневматической винтовки Кому досталась победа в Дарсе И кто лучше всех Владеет теннисной ракеткой Параллельно основной деятельности Учителя Каннска Ежегодно демонстрируют И свои спортивные навыки В течение всего года Они участвуют в различных этапах Спартакиада здоровья Чтобы это не мешало учебному процессу Соревнования проводятся В дни осенних, зимних и весенних каникул Основные этапы мы проводим в субботу Когда люди отдыхают Могут прийти с болельщиками Много детей Много болельщиков семейных То есть вторые половинки Все болеют прямо с плакатами Весело, дружно Поднимает, сплачивает коллектив За спиной педагогов Первый этап спартакиады Веселые старты В прошлом году организаторы Проэкспериментировали с этой эстафетой Введя ее в программу Но не учитывая результаты На этот раз соревнования Внесли в зачетную таблицу Во втором этапе работники образования Поборолись за победу в настольном теннисе Первая победа за мной Будем продолжать бороться Скажите, что дают такие мероприятия? Во-первых, здоровый дух борьбы Общение Классно это спорт Движение, это жизнь Лучшие результаты в теннисе Среди дошкольных учреждений Показали воспитатели детского сада номер 47 Педагоги дома детства Стали первыми среди школ Нешуточная борьба за победу Развернулась и в стрельбе С пневматической винтовки Самый лучший результат пока у нас 46 детского сада Это 49 из 50 возможных Учителя стреляют чуть похуже 46, 47 Видать, маленький Сбит прицел Но не у всех учителей сбит прицел Так Наталья Гуркова Преподаватель из 4-й гимназии Оставила позади своих соперников В том числе и мужчин Я уже не первый год стреляю И мне нравится этим заниматься Поэтому У меня есть После долгих тренировок А помимо соревнований Где-то участвуют в данном обществе? Пока нет Может буду участвовать Еще в таких соревнованиях Возможно такое Неплохие результаты Показали работники образования В такой дисциплине, как дартс Из предоставленных 5 попыток Они набирали по 45-46 очков Четыре Пять Семь Четыре На этом спартакиада не закончилась Она продолжится зимой С соревнованиями по лыжным гонкам И конькобежному спорту Итоги будут подведены в конце учебного года По традиции победителей ждут кубки И ценные подарки Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов Телекомпания Канск, 5 канал Канск примет участников Первенства Красноярского края по плаванию 6 и 7 ноября На базе бассейна «Дельфин» Пройдет турнир среди детей 15 лет и младше В город уже прибыли команды из Ачинска Девногорска, Дудинки Железногорска, Зеленогорска, Красноярска и Норильска Всего же за победу поборются 160 спортсменов Для юных пловцов первенство Красноярского края Это возможность попасть на Кубок Сибири по плаванию 6 и 7 ноября с 11 часов начинаются соревнования Заплывы, соревновательные заплывы начинаются Поэтому приглашаем всех жителей города Каннска Поболеть, поддержать наших земляков Которые будут участвовать Поучаствовать в празднике плавания Еще о спорте Каннская сборная взяла 4 награды 12-го международного турнира по тэквондо Воспитанники Каннской федерации тэквондо ВТФ Подопечные старшего тренера Алексея Шлемова Приняли участие в соревнованиях Которые с 30 октября по 1 ноября Проходили в городе Бердске Новосибирской области Соперниками каннских ребят Стали сильнейшие бойцы Сибири, Урала, Алтайского края Забайкальского края и Казахстана За победу боролись порядка 400 спортсменов Соревнования проводились в двух возрастных категориях 10-12 и 12-14 лет Из-за большого количества участников Турнир продолжался два дня Для юных спортсменов Участие в таких крупных соревнованиях Бесценный опыт По итогам турнира в копилке каннской сборной 4 медали Победителем в своей весовой категории Стал Владислав Тарских У него золото Александру Дудину удалось завоевать серебро Александр Абдорахманов и Андрей Демьяни Взяли по бронзе Евгений Елисеев с прогнозом погоды на пятницу Завершит выпуск Я же прощаюсь с вами И напоминаю, что своими новостями Вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65 А узнавать о происходящем не только в городе Но также в крае и стране Можно на нашем сайте С вами была Анастасия Мосина Всего доброго И до свидания Здравствуйте Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале С вами Евгений Елисеев На эту пятницу не приходится никаких официальных праздников Однако 6 ноября примечательно рядом любопытных исторических фактов Так в этот день в 1492 году Кристофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев Табакокурением Ровно 96 лет назад в Лондоне Объявлено о подтверждении теории относительности Эйнштейна А 85-летие в этот день отмечает завод «Москвич» Начавший свою работу в 1930 году со сборки автомобилей «Форд» Спонсор прогноза погоды на пятом канале Информационный центр «Искра» Вы бухгалтер, юрист или кадровик? Хотите тратить меньше времени на поиск верного решения? Компания «Искра» Комплексная правовая поддержка Полная законодательная база Консультации с аудиторами-экспертами Семинары от ведущих лекторов 2-570-575 6 ноября солнечно Ветер восточный 1-2 метра в секунду Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба Температура ночью минус 8, минус 12 Днем минус 3, минус 7 Вот такая погода нас ожидает в ближайшие сутки Я желаю вам всего доброго До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»